Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек рощен, несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная круглая голова его подвернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола, мы отомстим, мы накажем, Катя представлялась только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный и грозит кому-то. Погоди ты там, уже мы с тобой расправимся. Кому на самом деле мог отомстить рощен, нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатом, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. Ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов. Например, савдеп казался ей свирепым словом. Ревком, страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя. Было такое происшествие в детстве. Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала французский империализм с его мрачными, захватными планами и хищническими союзами, ей представлялся тихий в голубоватой летнем гле Париж. Запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров. Вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду. Вы не должны меня бояться. У меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье. Я полюбил вас. О, какое милое, какое милое ваше лицо? Ну, какие же они империалисты, думала Катя.